Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа о последних новостях медицины и здоровья. Сегодня вы увидите… Как добиться красивой шевелюры, лечения волос и кожи головы, иммунитет, что это такое и как его укреплять. Дыхательная гимнастика для часто болеющих детей. Как ее делать? Когда ребенок болеет или только что перенес заболевание, некоторые родители решают, что у их малыша слабый иммунитет и начинают проводить различные мероприятия по его укреплению. Пускай в ход все известные им средства для повышения защитных сил организма, рекламируемые по телевизору иммуномодуляторы – вкусные не очень бабушкины средства. Но что такое иммунитет и можно ли самостоятельно вмешиваться в его работу? Иммунитет – это естественная защита нашего организма. День и ночь он борется с бактериями и вирусами, выводит токсины и уничтожает чужеродные клетки. Когда эта важная система дает сбой, обязательно нужно обратиться к специалисту. Показания для посещения врача-иммунолога есть у следующих категорий пациентов. Ну, прежде всего, это часто болеющие дети. Часто болеющие дети, которые страдают повторными заболеваниями дыхательных путей. Но к ним не относятся дети, которые страдают обычными вирусными инфекциями, даже если это больше шести или восьми раз в год. У нас, к сожалению, поток пациентов не иссякает вот именно с этой проблемой. Но родители должны прекрасно понимать, что это нормально. И ребенок, который посещает детский сад и немножко чаще болеет, чем его сверстники, которые не посещают сад, это ничем не грозит, это не опасно. А вот если у ребенка отмечаются повторные пневмонии, атиты, повторные бронхиты или какие-то гнойные инфекции в виде фурункулов, ячменей, повторные рецидивы герпеса, то это, безусловно, повод для того, чтобы посетить врача-иммунолога. Состояние, для которого характерно снижение функции иммунной системы и сопротивляемость организма к различным инфекциям, называют иммунодефицитом, различают первичные и вторичные иммунодефициты. Вторичные иммунодефицитные состояния – это иммунодефициты, которые развиваются вследствие воздействия каких-либо иммунотрубных факторов. Но наиболее известный вторичный иммунодефицит – это заболевание, связанное с ВИЧ-инфекцией. Вирус иммунодефицит человека приводит к развитию так называемого спида-синдрома, приобретенного иммунодефицита. Но, конечно, не только вирус иммунодефицита вызывает эти состояния. Это вирусы, все детские инфекции, то есть ветрянка, краснуха, корь, после себя обязательно в течение нескольких месяцев оставляет так называемую вторичную иммунную недостаточность, которая сопровождается повышенной заболеваемостью. Но все эти состояния обратимы, и поэтому они называются вторичными. Как только действие неблагоприятных факторов снимается, иммунная система восстанавливается. Очень ошибаются те люди, которые считают, что иммунную систему можно восстановить с помощью иммуномодуляторов. К сожалению, в нашей стране их больше 400. Столько много напридумывали, но пользы от этой, в общем-то, никакой нет. Один вред. Применение иммуномодуляторов должно находиться исключительно в компетенции врача-иммунолога. А если это другие специалисты, то только по согласованию желательно с врачом-иммунологом. Основную роль в восстановлении иммунной системы, безусловно, играет правильное питание. Правильное лечение острых инфекционных заболеваний. То есть адекватное лечение в виде рационального использования антибактериальных препаратов. Они не должны использоваться вот так, как попало, и всем подряд, и длительными курсами, потому что все это ослабляет иммунитет. На формирование нашего иммунитета влияет много факторов, в том числе и наш образ жизни, и стрессы, и болезни, и наша собственная микрофлора, а еще прививки. Вакцинация, она явилась вот тем поворотным моментом в истории, который позволил нам сделать большой шаг в борьбе с инфекциями. Прививки делать нужно обязательно. По крайней мере, те, которые входят в наш национальный календарь, на 100% нужно делать. Другой вопрос, что могут быть какие-то временные отводы, как мы их называем, от прививок. Они могут быть связаны с острыми перенесенными заболеваниями какими-то. Они могут быть связаны с какими-то заболеваниями, которые есть у ребенка. И у нас есть категория пациентов, которым мы можем на полгода, на один год прививку сдвинуть. Иммунная система каждого человека – одна из самых сложных, многокомпонентных и тончайших систем нашего организма. Врачи отмечают, что между ее состоянием и уровнем железа в организме существует тесная связь. Сейчас абсолютно доказано, что, например, дети с железодефицитной анемией, да просто с дефицитом железа, у тех, у которых не хватает этого микроэлемента у нас в организме, они абсолютно точно, гораздо чаще болеют респираторными инфекциями. И если у них этот дефицит железа восполнить, то есть назначить им препараты железа, они их принимают в течение месяца, то частота этих простудных заболеваний существенно снижается. Поэтому железодефицитная анемия и дефицит железа – это один из важных факторов риска частых простудных заболеваний и у детей, и у взрослых. Поэтому, если появилась слабость, недомогание, слоятся ногти или выпадают волосы – это повод проверить уровень гемоглобина. Ведь нередко это первые признаки дефицита в организме железа. Человеческий организм, как известно, система взаимосвязанная. Стоит какому-нибудь органу захандрить, возникшие проблемы начинают сигнализировать остальные. Многое о состоянии здоровья человека способны рассказать и волосы. Прическа – неотъемлемая составляющая образа как женщины, так и мужчины. Длинные, короткие, блестящие и пышные, аккуратно подстриженные и уложенные – именно о таких волосах мечтает каждый. Но иногда совсем не удается создать прическу мечты, из-за того, что необходимая длина и густота отсутствуют. Если такой процесс, как выпадение волос, имеет место быть, пора обращаться к врачу-трихологу. Нередко потеря шевелюра связана с наследственностью. Если когда-то считалось, что такой процесс нельзя остановить, то теперь на вооружении у врачей есть немало средств для борьбы с этим недугом. Так как облысение, тем более передающееся по наследству, – это хроническое заболевание, и нельзя это остановить одной какой-то процедурой. То есть оно требует такого же хронического пожизненного лечения. Но у женщин, если это не с молодости, может быть в молодости какие-то гормональные нарушения у девушек. Но в основном это после 45-50 лет. В общем-то, заместительная гормонотерапия дает хорошие результаты. У мужчин здесь, в общем-то, лечение может начинаться уже после 20 лет, потому что сейчас наблюдается раннее облысение. И то же самое здесь несколькими методами. Есть препараты, ускоряющие рост волос, есть препараты, замедляющие выпадение. Человек ежедневно теряет от 50 до 100 волос, что находится в пределах нормы. Естественно, отслеживать каждого беглеца не выход. Но заметить изменения не так сложно, особенно если волосы выпадают участками. Такое заболевание носит название очаговая лапеция. Это аутоиммунное заболевание. Бывает, что течение благоприятное, когда у человека только один очаг. И, в общем-то, в течение месяца-двух волосы в этом очаге начинают на фоне лечения расти, и полностью он зарастает. Бывает хуже, когда этот процесс повторяется. Когда очагов много, тогда уже, в общем-то, нужно человека обследовать, лечить в стационаре и бороться с этим заболеванием, чтобы не произошло потом тотального выпадения волос. Существуют специальные препараты для лечения выпадения волос. Но подбирать и применять их следует только после консультации с врачом. Тем более, что перед началом лечения необходимо выяснить истинную причину. Это же касается и других заболеваний волос и кожи головы. Если вы столкнулись с сибореей, в борьбе с которой есть немало косметических средств, выбирать их тоже важно вместе с доктором. Вы сами пробуйте, знаете, можно вызвать... Будет простая сиборея, а будет потом дерматит. Лучше все-таки сходить к доктору, посоветоваться, какие шампуни, лосьоны, тоники хорошо для головы. Конечно, если регулярно ухаживать за волосами, то, конечно, все приходит в норму. Но здесь все зависит от того, как долго, и это не от случая к случаю. То есть здесь требуется такой кожи головы, таким волосам постоянный уход. Здоровые и красивые волосы – это отражение внутреннего состояния организма и показатель правильного ухода. Если волосы ломкие, тусклые, секутся, стоит проанализировать состояние своего организма, рацион питания, наличие хронических заболеваний и вредных привычек. Здесь может быть и какие-то заболевания, допустим, и желудочно-кишечного тракта, когда нарушается усвоение витаминов, микроэлементов. Бывает связано с сезонностью, особенно после зимнего периода, когда под шапкой создается парниковый эффект. Здесь множество есть витаминов. Специально для волос можно применять всевозможные и маски, и шампуни, и лосьоны, которые укрепляют корни волос и стимулируют рост. В некоторых случаях при выпадении волос врач применяет сосудистые препараты, которые улучшают кровообращение, но не только. Здесь можно множество других процедур, и физиопроцедур, и дарсонваль. У нас есть аппарат для зонотерапии, который доктор делает процедуры, как и внутривенная зонотерапия, так же можно и по лицу, и по голове инъекции. Есть специальные витаминные коктейли, которые можно обкалывать волосистую часть головы. То же самое для питания и укрепления волос. Нередко врач-стрихолог может назначить массаж головы и воротниковой зоны, потому что проблема плохого роста и состояния волос часто связана с шейным и грудным остеохондрозом. Дыхание – синоним жизни. Поэтому для человека важно не только дышать, но и делать это правильно. От того, как он дышит, зависит работа всех систем органов. Именно поэтому в профилактике многих заболеваний значительное внимание отводится к культуре дыхания. Дыхательная физкультура особенно необходима для малышей с ослабленным здоровьем. Поэтому сейчас мы покажем специальную дыхательную гимнастику с общеукрепляющими упражнениями для часто болеющих детей. Ноги на ширину плеч. Вдох, руки в сторону. Выдох, ртом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустили руки. Поднимаем плечи. Раз, два, три, четыре, пять. Достаточно. Положили руки на плечи. Локтями кружочки назад. Раз. Большие кружочки. Два. Три. Четыре. Пять. Вперед кружочки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Опустили руки. Вдох. Руки в сторону. Выдох. Обнимаем себя. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Руки к себе. Сжали в кулак. Бокс. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Три. Раз. Четыре. Раз. Пять. Руки к себе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Положили руки. Поднимаем. Вдох. Высоко-высоко локти. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. И выдох. Опустили руки. Руки на пояс. Ноги вместе. Носочки ставим в сторону. Садимся на носочки. А колени в сторону. Так. Раз. Руки в сторону. Два. Три. Поднимаемся. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Последний раз. Раз. Два. Три. И четыре. Вдох. Поднимаем руки вверх. Нога назад. Вдох. Выдох. Другая нога. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. И выдох. Похлопаем себе. Мы молодцы. Хочется добавить, что научиться правильно дышать полезно не только детям с ослабленным здоровьем, но и взрослым. Ведь именно дыхание обеспечивает энергетические процессы, помогает снять стресс, стимулирует нервное окончание всех органов. Дыхательных техник существует немало. Их можно освоить с инструктором по лечебной физкультуре, тренером по йоге и пилатесу. На этом мы еще отдельно остановимся в наших следующих программах. Дыхательную гимнастику для часто болеющих детей, как и другие наши сюжеты, вы можете посмотреть на нашем сайте www.gorod62.tv На сегодня это все. Будьте здоровы и почаще улыбайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА